Как создать оригинальную поделку своими руками? Какой материал лучше выбрать и какие техники есть? В рамках программы «В контексте» создаем пластилиновые игрушки своими руками. У нас в гостях мастер по созданию игрушек Елена Богодерева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, расскажите нам, как создаются игрушки из пластилина, что для этого нужно и какой возраст должен быть у ребенка, чтобы он создал свою первую игрушку? Пластилиновые игрушки создаются с помощью какого-то мастера либо родителя уже от двух лет. Нет. Дети до двух лет, они, ну, немножечко им сложно, это потому что это все же пластилин, это даже не краски, когда, ну, ребенок может взять кисть, там, порисовать, это ничего страшного. Пластилин ребенок должен ощущать для того, чтобы творить, для того, чтобы он, ну, имел возможность уже проявить свою какую-то фантазию, а родители ему помогали. То есть мы проводим мастер-классы отдельно для детей от двух до четырех лет, и уже после четырех лет детки могут уже лепить сами. То есть после четырех уже можно оставлять своего ребенка одного, то есть что вы уже творите? Да, оставлять одного, и он уже может сам лепить, это не сложно. Для детей маленького возраста есть вот такие у нас раскрашки, и с помощью обычной техники пластилина мы рисуем как красками. Пластилина можно рисовать тоже? Да, да. То есть для детей младшего возраста, например, 3-4 годика, используется пластилин мягкий, и вот так вот просто берется им, и как красочками рисуется. Почему используется такая техника, да, забивание раскрашек, ну, пластилином? Для того, чтобы дети учились пальцами, ну, своими создавать красивые вещи, ну, просто вот, да, красочка уже идет, пошла. Моторика пальцев работает, потому что они надавливают все же, границы они чувствуют, детки. Это заменитель техники красок, да, пальчиковых красок. Пальчиковые краски – это хорошая техника, но здесь имеет плюс пластилин. В чем? Потому что он не такой марки. Как вы видите, я сейчас, да, например, чуть-чуть зарисовала, да, и у меня нигде вокруг нету, ну, такого, как было бы от красок, они, к сожалению, везде были бы. Вот, поэтому пластилин в этом плане более выгодный материал. Хорошо, а какие типы пластилина есть, и какой лучше выбрать для самых маленьких детей? Смотрите, для самых маленьких детей есть самый мягкий пластилин. Мы используем вообще пластилин мягкий, ну, для этого выбрать его несложно. Например, вот у меня сейчас два вида пластилина, вот, да, вот это самый мягкий пластилин. Мягче него есть только пластилин в виде таких колбасок, да, это для самых маленьких детей 2-3 годика. А как определить мягкость пластилина? А на нем написано, что это мягкий пластилин. Мягкий пластилин. Есть пластилин чуть-чуть тверже. Это уже для более старших детей. Почему? Потому что старшие детки могут сильнее нажимать на пластилин или лепить фигурки им удобнее, например, для твердого пластилина. Также пластилин твердого типа используется уже для более взрослых детей и для студентов. Для тех людей, которые делают какие-то поделки, либо первые варианты своих макетов для макетирования. Сам пластилин вообще интересен был чем? Его создали в 1890 году в Германии, первый запатинованный товар. И он существовал для того, чтобы дети в детских садах перестали красить обои. Это мастер создал материал для лепки. То есть пластилин так и переводится, с греческого пластиоз это лепить. И этим самым дети приобрели такой уникальный материал, из которого они могут делать свои поделки. Конечно же, первые пластилины были из глины. Сейчас уже используются всякие полимерные вещества. А первые пластилиновые массы были все натуральные, на глиняной восковой основе с использованием жиров, натуральных каких-то веществ. Ну и красители. Сейчас, конечно же, это уже не глиняные. Какой пластилин в наше время можно встретить на прилавках магазина? Ну вот на прилавках магазина можно встретить мягкий пластилин. Когда ты приходишь к продавцу, консультанту, он рассказывает, что вот у нас есть совсем для маленьких детей, двух-трехлетних, есть для детей постарше, это более твердый. И есть твердый, который используют студенты, какие-то для изготовления своих макетов или уже для профессиональной лепки. Вот, есть полимерная глина, но это уже отдельная тема. То есть она застывает. Я знаю, что есть такой еще пластилин, который застывает. Это и есть полимерная глина? Да, да. Это тоже техника, мы с детками тоже ее делаем. Причем можно делать все, что угодно, не только поделки, которые детцы забирают домой, но еще и украшения, и бусики, и сережечки. То есть у нас есть основание, и можно его сделать так, чтобы оно застыло. И кексики вот сейчас очень модные, вот эти вот всякие пироженки. Ну, любят дети, любят. Вот, поэтому, конечно, пластилина можно говорить много. Можно вот сейчас что-то сделать. Хорошо, вот, может, покажете, какие техники для каждого возраста? Давайте, смотрите, самое главное, что пластилин, когда мы лепим, мы всегда стараемся его лепить круг. Круг – это идеальная форма. Чтобы мы не хотели с вами слепить, мы всегда начинаем лепить круг. И все дети должны научиться изначально лепить круг. Вторая форма, которая начинается, ну, с чего начинают детки лепить, это колбаски. Они из круга делают колбаски, и дальше уже мы лепим. Вот. К сожалению, не взяла особой фотографии. Как бы у нас тоже есть много деток, которые поделки. Они, к сожалению, не оставляют. Вот, например, мы получили круг, да. Для того, чтобы из обычного, ну, зеленого мы лепим, из мягкого сейчас пластилина, потому что это, ну, самый используемый, да, пластилин. Причем цвета тоже, смотрите, вот здесь более яркие цвета в этом пластилине, да. Вот здесь более натуральные цвета. Это просто зависит от красителей, который используется. То есть родители, когда покупают пластилин, они же знают, что, ну, приблизительно хочет ребенок лепить. Нужно обязательно открыть коробочку и посмотреть, какие цвета. Потому что иногда для некоторых поделок, ну, нужны более яркие цвета, а для каких-то поделок более, ну, натуральные. Вот. Ну, это я отклонилась к цвету. Что же мы сейчас будем делать из нашего шарика? Мы давайте сделаем с вами ромашку и божью коровку. Это простая тематика для детей от 4, например, до 6 лет. Они любят делать божьих коровок, улиток, ромашек, ну, вот что-то такое, что... Ну, для начала вот мы будем делать с вами кружочки. То есть мы делим пластилиновую массу, например, у нас ромашка состоит там из 6 лепестков. Мы должны с вами сделать 6 кружочков. Это несложно. То есть мы одинаковой формы делаем кружочки. Конечно же, дома, в домашних условиях лучше использовать досточку для того, чтобы ничего не запачкалось. Если это много детей, если это у нас мастер-класс, мы ещё и на стол клеёночку стелим для того, чтобы, когда много деток, они могут случайно пластилинку куда-то уронить. Сейчас мы получим 6 кружочков. Сколько времени необходимо для того, чтобы сделать вот такую вот пчёлку, да, ребёнку? Ну, для того, чтобы сделать пчёлку ребёнку, нужно около 15-20 минут. То есть они очень быстро справляются с такими зданиями. Быстро, да, потому что, ну, я имею в виду для такого возраста. Если это дети младше, конечно, им нужно, ну, побольше времени. Для ребёнка, например, 7-10 лет они лепят более сложные фигуры, и уже там они могут около получаса лепить. Почему? Потому что дети в таком возрасте, они обладают уже какой-то фантазией. И даже если они видят картинку, потому что мы, например, показываем картинку на мастер-классе, вот мы будем сегодня вот это лепить, да, оно вот так, вот так, вот так, ну, пошаговую инструкцию проводим, то дети, которым уже более 7 лет, они имеют фантазию и очень часто меняют. Ну, то есть привносят какие-то свои корректировки, да, в этот макет. Ну, и в цвет, и, соответственно, в форму. Поэтому они очень любят это дело и около получаса спокойно, ну, как бы лепят. А вот какие самые сложные работы, которые вы видели? Самые сложные работы? Ну, это, наверное, скорее показать я бы могла, чем объяснить. Вообще из пластилина самые сложные работы – это дома, ну, то есть, как бы, да, формы. Домов, причём используется не только пластилин, а для этого используются ещё немножечко какие-то пластиковые основы. Очень красиво получается, может быть, ну, я же говорю, нету, к сожалению, фотографий в интернете. А вообще детки лепят там динозавров, например, очень сложно. И когда вот, например, в каждой коробочке пластилиновый есть тег, он существует для того, чтобы, как и глиной, да, им возможность была что-то где-то подкорректировать, форму придать, нарисовать. Вот дети, которые взрослые, они обязательно его используют, и прям как вот глина его лепит. И вот прям вот эти вот пёрышки, ну, все чешуйки, прям очень красиво получается на самом деле. Каждый ребёнок уникален, поэтому у нас, ну, все формы и композиции выходят очень здорово у них. Итак, у нас есть шесть белых шариков и один жёлтый, верно? Да, вот это, ну, кружочки наши, шарики, это основная форма. Очень теперь легко, когда у нас есть кружочки, мы просто их делаем плоскими. Одним надавливанием, вот у нас уже получилась серединка. Для того, чтобы сделать лепесточки наши, мы тоже их немножечко надавливаем, но у нас они же не формы не круглые, а чуть-чуть овальные, просто рисуем ими форму. Это очень мягкий пластилин, поэтому он очень легко вот так воспроизводит форму, такую, как нам нужно. Просто немножко нажимаем. Когда шарик, ну, подосточки детки крутят, ну, вот им очень хорошо работает вот эта часть моторика. Здесь сенсорика находится у ребёнка, поэтому это очень полезно, занятие с пластилином на самом деле. Мало того, что это мелкая моторика для рук, это ещё и развивает какое-то осознание того, что ребёнок делает, как он планирует эту поделку, ну, и фантазию, конечно, проявляет. Как бы детям разных возрастов очень полезны такие занятия. Вот у нас получилась такая вот ромашка, я не знаю, как показать её. Вот, буквально там за пару мгновений. Можно нарисовать на ней, там, как вот любят сеточки, рисуночки. А что мы будем делать с зелёным шариком? Мы будем листочки делать и, конечно же, мы сделаем потом ещё красную яркую божью коровку на этом листике. Вот у нас есть шарик. Мы точно так же его должны приплюснуть, потому что, конечно же, все у нас формы начинаются с шара. Ну, и формировать, собственно говоря. Это очень мягкий пластилин, поэтому, конечно, прилипает к досточке. Очень здорово получается, если мы берём какую-то основу. То есть синюю, там, синий листочек, например, если это у нас сейчас небо, там, зелёный, если это травка. То есть и когда композиции стоят уже непосредственно на наших цветных листиках. Ну, вот, например, мы сформировали такой листочек. Приклеиваем его сюда, между. Тоже всё делаем пальчиками, ничего сложного. Конечно же, листочку нужно прорисовать жилки такие красивые, чтобы уже было более реалистично. Так, и на этот листочек мы разместим нашу божью коровку. Детки, кстати, очень любят рисовать. Да? Да, увлекаются особенно, да. Вот. И, конечно же, для того, чтобы сделать божью коровку, нам нужен красный пластилин. Очень мягкий пластилин. На самом деле дети любят, когда он потворже. Вот, ну, чтобы они любят его держать в руках. Ну, хотелось бы сказать, конечно, про минус, наверное, пластилина. А то мы всё про плюс, про плюс, чтобы родители осознавали, да. Что является минусом пластилина? Это то, что его, например, нельзя ставить на солнце, поделку, потому что он может... Вот как можно максимально сохранить поделку ребёнка? Нужно убрать его от солнца и от лучей нагревания, потому что пластилин – это всё же материал, который имеет свойство таять. Вот. И солнце, на солнце он выгорает. К сожалению, это не... Ну, сейчас это не натуральные, да, компоненты, как раньше были в XIX веке. Поэтому, конечно, он может таять. Вот. Ну, нашу божью коровку мы тоже садим возле листочка. Это вот основа нашей божьей коровки. Нам осталось, получается, украсить её только чёрными точечками. Да, чёрными точечками, абсолютно верно. И сделать ей головку чёрную. На самом деле, когда родители и дети занимаются вместе пластилином, это является хорошим показателем того, что и у родителей, и у детей есть общее дело, общая фантазия и общее увлечение. Всем советую. Лучше всего стараться это делать вместе, семейно, да? Да, абсолютно верно. Это семейный вид творчества. Поэтому желаю всем заниматься со своими детками пластилиновыми фантазией. К сожалению, наше время программа уже истекает. Может, уже вы покажете этот результат, который мы достигли, что у нас уже получилось? Ну, я ещё его немножечко не доделала, но уже можно, например, из того, что есть, показать. Ну, вот, по итогу у нас буквально за минуту пять получилось такое замечательное украшение. Ну, да, за две минуты ещё доделать, и будет Божья коровка. Ну что, спасибо за небольшой мастер-класс, который вы у нас провели. К сожалению, время наше программа уже истекло. Желаем вам успехов, удачи и новых творческих вдохновений. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была мастер по созданию игрушек Елена Богодерева. Это была программа «В контексте». А впереди ещё много интересных тем. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok